Держись! Стоп! Не стреляй! Погоди! Я не здесь, чтобы бороться! В последней шестой части мы встретились с некой Далией Гелеспи, это имя я называю только потому, что я прочитал, ну не полностью, но уже начал читать, прочитал важные моменты из плот-аналисис по Silent Hill, который сделал Silent Pyramid. Можете ознакомиться, тоже найти в интернете и прочитать. Я уже буду говорить некоторые вещи, которые я знаю уже оттуда. Итак, в последней части мы встретили Далию Гелеспи, она зазывала нас звоном колокола в церкви, и мы после прохождения школы, когда уже вернулись в настоящий Silent Hill, услышали этот звон и пришли в церковь к ней. Она сказала, что ждала нас и использовала... Как она узнала о том, что мы придем? Она сказала, что ритуал Геромантии помог ей. И, кстати, говоря, Геромантии это такое гадание, когда на земле чертится круг, и на кругу пишутся буквы по алфавиту. Человек становится в центр круга, закрывает глаза, поворачивается несколько раз и делает шаг вперед. Соответственно, он попадает на какую-то букву, и после нескольких раз эти буквы должны сложиться в нужные слова. Она скандала нам такой треугольник под названием Flowers. И сказала, что он нам поможет. Сейчас я его покажу. Вот такая вот интересная небольшая пирамидка, которую мне оставили в церкви. Понятия не имею, что мне с ней делать. Она сыграет очень важную роль в нашем дальнейшем прохождении по сюжету. И далее нам сказала спешить в церковь, чтобы спасти девочку. Посмотрю. Прошу прощения. Спешить в больницу, чтобы спасти девочку. И также оставила нам ключ от моста. Соответственно, нам нужно отправиться в мост. Так как мы видим, что северный мост у нас полностью закрыт, мы отправляемся в мост, который у нас второй через реку, чтобы попасть в центральный Сайлент Хилл из старого Сайлент Хилла. И мы видим справа у нас рубку управления мостом. Туда мы и отправимся прямо сейчас. Это у нас дверь закрыта. Из нее вышло далее. А мы можем выйти либо с главного входа, да, с главного входа мы можем выйти. И отправиться направо, конечно, если там не разрушена земля. Также хочу сказать по поводу того момента в шестой части моего прохождения, когда мы вышли из школы после сражения с монстром и увидели призрак девочки, которая оставила нам ключ. Ключ Кэ Гордона, как он называется. Опять за нами увязалась собака. Уже отстала. Хорошо. Ключ Кэ Гордона. И с помощью него мы открыли дверь и, собственно, зашли в дом. В дом мы там сохранились, взяли кое-какие припасы. Здесь опять какие-то враги. Собственно, не очень хочется мне туда идти. Отправимся сразу по направлению через мост. Эта девочка, это Олеса. Олеса Гелеспи. Что, соответственно, дает вам... Что мы нашли? Немного патронов для дробовика. И аптечка. Так важная нам аптечка. Это Олеса Гелеспи, которая... И ее имя-фамилия уже дает вам понять, что она дочь Далии Гелеспи. Подробности мы, конечно, узнаем потом. Сейчас ни к чему это все мне рассказывать. Более подробно я расскажу позже. Когда мы, конечно же, уже доберемся по сюжету до этих персонажей. Далее, конечно, очень скрытная женщина. Ничего нам толком рассказывать не будет. И она играет по своим, по своим, конечно, правилам, по своим личным законам и мотивам, которые известны только ей. Я все-таки хочу пройти туда, посмотреть, может быть, что-то здесь есть. Здесь только собака пока что. Я только ее вижу. Может быть, здесь? Да. Да что ж такое. Отлично. Собаку мы убили. Да, уже все. У нас, видимо, со здоровьем не очень хорошо после такого сражения. Хотя, в принципе, еще ничего. Еще мы потерпим. Возьмем патронов. Хотя, конечно, лучше бы здесь была аптечка. Да, аптечка намного, намного для меня полезнее. И эта девочка Олеса Гелеспи. И эта девочка Олеса Гелеспи, ее дух, вернее, кстати говоря, оставила нам ключ. Ключ Кэ Гордона и, кстати говоря, по поводу Кэ Гордона. Кто это такой? Олеса, конечно же, жила в этом городе, Сайлент Хилл или живет. Это уже мы узнаем позже. И Кэ Гордон это был один из ее учителей в школе, где она, конечно, училась. откуда у нее этот ключ взялся? Это может косвенно значить о том, что Кэ Гордон как раз был ее учителем. То есть, господи, что я говорю? Конечно, он был ее учителем. О том, что она была у него дома. Вот о чем может это значить. Итак, здесь у нас надпись какая-то. Посмотрим. Нет, Гариня хочет обращать на нее. пока никакого внимания. Здесь у нас. Да, и у нас разведенный мост. Нам нужно его отпустить. У нас есть как раз ключ к рубке. Где-то здесь должна быть рубка. Наталесы, кстати, в школе очень много издевались. И в школе ей, в общем, было не легче, чем дома, так сказать. Кэ-Гордон. Ну, Гордон, просто будем его называть. Гордон, хотя хоть его там и называют Кэ-Гордон. Гордон знал об этом, но не знаю, не пытался помочь ей. Странно, почему? Почему-то мы не использовали ключ, а просто зашли. мы отдышимся или это наше здоровье? Отдышались. Так, у нас здесь сохранение и карта, видимо, нового Сайлент-Хилла. Это карта торгового округа. Здесь у нас улицы Крайтона, Сагана, Уилсона, Симонса и Кунса. Да, возьмем ее. Посмотрим, что здесь еще есть. О, мы здесь видим аптечку, лечебную настойку. Давайте сохранимся. И сейчас наконец-то мы используем ключ от моста, я так думаю. так, сам он ключ, видимо, не хочет использовать. Хорошо, тогда используем мы его сами. О, к сожалению, не та кнопка. Ключ разводного моста применить. Машина запущена, хотите нажать на кнопку? Да. и мы видим, что мост опущен. Тревожная музыка заиграла, я вам скажу. кто-то может нас встретить нехороший. Там, но выхода у нас нет, надо отправляться. да, музыка, конечно, просто на высоте. Просто на высоте. Надо быть готовым ко всему сейчас, в том числе к внезапным врагам и к аптечкам, которые могут быть каждым шагом. хорошо, еще одну настойку мы взяли. Отлично. Сможем ли мы зайти в эту дверь? Нет, видимо, не сможем. Она закрыта, и вообще Гарри на нее не обращает никакого внимания. Здесь посмотрим, тоже ничего особенного нет. Идем дальше. Выходим с моста. Пока что радио не дает нам никаких поводов как бы нам не упасть здесь. Поводов беспокоиться. И тревожная музыка закончилась. Что, в принципе, может быть еще хуже, чем ее начало. Это все-таки японцы. О, еще патроны. Да, патронов, конечно, в игре достаточно. Сказать нечего. Сверимся с картой. Двигаться нам нужно к больнице Алхимилы. Алхимилы хоспитал. И это дорога направо. Кто-то, кто-то уже там у нас впереди. А, это птеродактиль. Ох, не хочу я с ним связываться, честное слово. Их убивать еще сложнее, чем собак. намного сложнее. Прибежимся по стороне улицы. Возможно, здесь опять где-то враг близко. О, и здесь мы видим обрыв. Обрыв, значит, надо как-то обходить. А здесь нельзя пройти по кромке? Нет, к сожалению, нельзя. хорошо. Еще раз откроем тогда карту. Как еще мы сможем... А, мы же уже добежали. Это очень короткая была улица, мы оказывается уже добрались до больницы Алхимила. Впереди опять нас кто-то ждет. И мы заходим. Заходим? Заходим. Ах ты. Так, еще раз. Клонимся. Промазала. Отлично. Добить. Хорошо, что первая собака по каким-то неизвестным мне причинам от одного патрона сразу же от нас отстала. У нас четыре настойки и в общем да, кризиса мы конечно избежали. Можно было конечно зайти внутрь, но я решил разобраться с этими животными. Ну что же, зайдем внутрь и посмотрим кто же нас там ждет. Сразу же вспоминается этот госпиталь из Silent Hill Origins. Это вы слышали выстрел? Это часть предыстории Silent Hill приквел. Я тоже конечно же планирую его пройти, так что ждите, скорее всего он будет следующим после прохождения первого Silent Hill. Давайте сохранимся раз мы дошли. И пойдем посмотрим что это за выстрел собственно был. Телефоны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не я здесь, чтобы бороться. Меня зовут Harry Mason, я в городе на отдыхе. Благодарю Богу, еще человек. Вы работаете здесь? Я доктор Michael Kaufman. Я работаю в этом хоспитале. Может быть, ты можешь рассказать мне, что происходит? Я реально не могу сказать. Я взялся в комнате в комнате. Когда я улыбнулся, это было вот так. Все, как будто бы, исчезли. И это снег. В этом году, что-то действительно не произошло. Вы видели эти монстры? Вы видели такие аборации? Вы даже слышали такие вещи? Вы даже слышали такие вещи? Вы и я both знаете, что такие животные не существуют. Да. Вы видели где-то маленькая девочка? Я смотрю на мою дочь. Она только 7, маленькая, черная. Она потеряла. Я извиняюсь. Но все эти монстры вокруг, я надеюсь, что она... нет. Я не могу сказать, что ты обманываешь. Субтитры создавал DimaTorzok Мы встретили еще одного персонажа, его зовут Майкл Каффман Как он представился нам, это доктор этой больницы, Alchemilla Hospital И он тоже встретился с этим чудовищем С птеродактилем И чуть не убил нас Возможно ему показалось, что мы тоже монстры, кто знает Так, посмотрим, у нас нет карты этого места Но я думаю, что сейчас ее возьму, зайдя вот сюда Это вроде вход, так сказать, ресепшн А, нет, это еще комната персонала Видимо, следующая дверь будет ресепшном Здесь пока ничего особенного мы не видим Да, о, и здесь также у нас лежит аптечка Большая аптечка, что просто отлично для нас Наконец-то у нас есть карта госпиталя И мы можем уже отправляться дальше Искать девочку нашу И посмотреть, что же... И да, птеродактиль исчез Ну, я не знаю, честно, с чем это связано Либо с особенностями игры Либо это действительно В этом была задумка Что... чтобы он исчез Кто знает Так, сверимся сейчас с картой Где мы находимся? Мы сейчас в Вестибюле Посмотрим дальше остальные этажи Это у нас какой? Да, это второй этаж Палаты-палаты Сестринская Да, это, видимо, важное место Также здесь есть лифт Отделение интенсивной терапии Операционная Предоперационная И... Третий этаж Тоже палаты, бельевая Хранилище, склад Посмотрим, что на первом Сможем ли мы добраться до лифта Лифт у нас совсем в другой стороне Конечно, лестница наверх ближе Но нужно осмотреть все Осмотреть все кабинеты Ага, этот замок заклинило Так, и как же нам тогда Искать, какие же нам А, нам нужно, видимо, пройти через смотровой кабинет Через аптеку У нас, как всегда, все Заблокировано, закрыто И надо все время Искать обходные пути Видимо, это дорога... Да, это дорога в аптеку Здесь у нас Какие-то Лежат средства Что-то еще Ничего интересного В общем, проходим просто дальше Пока, конечно, мы в обычном Так сказать, мире Не в мире кошмара Этот туалет не открыть А этот Пока здесь все довольно спокойно Ну, если это можно, конечно, так назвать Так, там у нас есть лифт О, и запасной выход Ну, видимо, он у нас, конечно, закрыт Так, здесь у нас кабинет врача Он открыт И что мы находим? Что это? А, это карта подвала госпиталя Морг, склад, генераторная, бойлерная Да, конечно, мы ее возьмем Раз она лежит еще и так отдельно Что весьма интересно Почему она не была в общей, так сказать, куче Так, с кабинета врача У нас только один выход В зал совещаний Посмотрим, открыт ли он Да, открыт Я уже готовлюсь, что сейчас Нет, пока тихо Пока что тихо И мы находим здесь какой-то ключ Сейчас посмотрим, для чего он Ключ от подвала Что как бы нам намекают Что нам нужно отправляться в подвал И карту мы от подвала нашли Все это одно к одному Одно к одному Кухня, кабинет директора Так, а дверь напрямик у нас будет открыта или нет? Нет, эта дверь закрыта Соответственно, вверх мы подняться не можем Пройти мы туда, конечно, не можем Но зато можем идти Дальше в другие кабинеты И, видимо, там, конечно, тоже будет, скорее всего, закрыто Я подозреваю Это кухня у нас Здесь у нас аптечка Небольшая Так, здесь у нас Все Все, здесь ничего больше нет Идем дальше Кстати, по поводу снега Это особый такой Элемент, так сказать Который, конечно, несет Некоторый смысл Я не скажу, что слишком большой смысл Но все же смысл в этом есть Ого Что это у нас здесь? Здесь Все в кабинете перевернуто вверх дном На балу лежит разбитая склянка Она не просто разбита Кто-то ее старательно раздавил Кто-то специально разбил бутылку с красной жидкостью И Эта жидкость Довольно важна для нас Все здесь разбросано То есть, что-то искали И, видимо, нашли Видимо, нашли именно эту бутылку Это у нас кабинет директора Насколько я помню Посмотрим, открыто ли здесь И мы, да Мы использовали ключ от подвала Можем ли мы выйти наружу? Нет, здесь нельзя эту дверь открыть А напитки? Торговый автомат давным-давно не работает Работает ли лифт? Лифт тоже не работает К сожалению И единственный путь у нас Это отправляться, конечно же, в подвал Что же, посмотрим, что в подвале Нас ждет Какие-то кошмарные звуки мы слышим Боже мой, что же там? Что-то явно нехорошее Но все-таки нам придется зайти Пойдемте О, и кажется, мы уже слышим Мы уже слышим Почему-то выключен фонарь И Нас уже атакует таракан Нас уже атакуют тараканы Замок заклинило Дверь нельзя открыть Замок заклинило Дверь нельзя открыть Куже дверь здесь можно открыть Почему тараканов просто нельзя раздавить? Не могу этого понять У нас здесь лифт Куда же мы должны пройти? Посмотрим карту И осталось только генераторное и лифт И мы зашли в генераторную Да, хоть она открыта Что же это за звуки? Это кошмарные такие Но Здесь какая-то записка Она не читается Резервный генератор обеспечивает Энергией лифты палаты Интенсивной терапии И операционной Хотите нажать на выключатель? Ну что же Кажется мне Это активирует кошмарный Кошмарный мир И мы нажмем Лифты, конечно, заработали Но этот звук Не предвещает нам Ничего хорошего Ну что же А вот На таком страшном моменте Я закончу Седьмую часть Моего прохождения По игре Silent Hill С вами был Гидон Надеюсь вам понравилось Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Вступайте в группу Вконтакте Ссылка под видео И советуйте друзьям Всем спасибо И до следующей миссии Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok